Хорошо, я хочу сказать слово, и мы помолимся потом. Активация духовных даров, или как активировать духовные дары. 1 Коринфянам, 12 глава, с 1 стиха, давайте посмотрим. Апостол Павел обращается к церкви в Коринфянам, и он говорит, там есть целое послание, и одни там пишут и по поводу первого, там случая второго, третьего. И вот он затрагивает одну из тем, и глава начинается так. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, и о дарах духовных. То есть мы видим, первое, что Павел не хотел, чтобы церковь Божья оставалась в неведении о том, что существуют духовные дары. Это подчеркивает важность того, что церковь – это сверхъестественное место. То есть мы часто, люди пытаются решить вопросы естественными способами, пытаются применять естественную свою силу или естественную мудрость, и строить все, исходя из естественных возможностей. Но апостол Павел не зря написал, он говорит, я не хочу, чтобы вы были в неведении, чтобы вы не знали о духовных дарах. Потому что церковь Божья и мы с вами – это что-то большее. Мы сверхъестественны, мы духовны. И об этом пишет апостол Павел. Давайте дальше. «Потому, сказывая вам, что…» Да, сори, чуть-чуть выше. «Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили безгласным идолом, так как бы вели вас. «Потому, сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному вера, тем же Духом, иному дары исцеления, тем же Духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному различения духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Все же сие производится одним и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Итак, первое, что важно понимать, что духовные дары, то есть духовные даже действия, это важно в церкви, это важно в нашей жизни, потому что Бог хочет через нас проявляться. И то, что у нас есть какие-то естественные способности и знания, это хорошо, но церковь это то место, где Бог хочет проявляться, где Он хочет демонстрировать себя, где Он хочет демонстрировать что-то большее, чем просто естественные возможности. Самое интересное, что духовные дары – это то, что доступно каждому христианину. И то, что происходит в этом мире, то есть успешные люди и неуспешные люди, талантливые люди и неталантливые люди. Если ты родился с каким-то талантом, то ты будешь востребован. Если у тебя этого таланта нет, то ты, как бы, знаете, серая мышь, которая в школе часто, ну, ничего, как бы сидели на задней парте и как бы там ничего не делали. Потому что есть такая вот градация людей, которые якобы талантливые, и они из-за этого могут быть успешны и неталантливы. Но мы видим, что преимущество или лучшее, что может произойти с каждым из нас – это то, что у Бога, то есть Ему вообще все равно на то, какие у нас естественные способности. Он не смотрит на то, мудрые ли мы сейчас или нет, то есть сильные мы или нет. Он не смотрит на размер нашего бицепса, но Он смотрит на наше сердце и дает нам дары, за которыми другие люди будут приходить, чтобы мы и чтобы через нас эти дары проявлялись. То есть мы даже можем быть на самом низу этой, как его, социальной лестницы, но если наше сердце находится в взаимодействии и со Святым Духом, Бог поднимет нас вверх. Из-за того, что то проявление, которое Он будет совершать через нас, это то, за чем сегодня гонится весь мир. Они пытаются найти... Ну, смотрите, люди болеют, болеют. Люди нуждаются в ответах на свои вопросы. Нуждаются. Люди хотят знать какие-то... Ну, кто мудрость иметь? Конечно. И вот это все принадлежит нам через Дух Святой. Поэтому дары духовные – это важно. Давайте скажем, дары духовные – это важно. Нельзя рассматривать себя просто как человека, который ходит в церковь. Очень важно рассматривать себя как сосуд Божий, через которого могут проявляться духовные дары, меняющие все абсолютно. В нашем бизнесе могут проявляться духовные дары. Я знаю одного бизнесмена, у которого была очень серьезная сделка, которая должна была принести ему хорошее финансовое преимущество. Ну, вы поняли, прибыль. И вот, он был верующим, он был христианином, крещенным Святым Духом и имел духовные дары, то есть проявления Духа Божьего. И вот на этой встрече, когда он был заинтересованным, потому что это бы спасло его ситуацию, в этот момент, когда они уже почти подписывали контракт, он услышал слово, не делай это. Хотя это было очень важно. Ну, то есть, естественно, вот просто, если подходить естественно, то ты как бы думаешь, ну, как бы почему? Это нелогично. Логичнее подписать. Сверхъестественно, это нельзя делать. Поэтому Бог ему говорит, не делай это. То есть это было его. И он отказался подписывать. И потом оказалось, что это была огромная афера. И если бы он в нее влез, он бы потерял все. Итак, развлечение духов. То есть мы можем иметь развлечение духов, понимая и чувствуя, что находится в людях. Именно поэтому духовные дары принадлежат, то есть Бог хочет через нас проявляться, чтобы наша жизнь, она обогащала других людей и приносила результаты сверхъестественные в их жизни. Поэтому духовные дары, это очень важно. Но что более важно, понимать, что действие духовных даров происходит через взаимодействие со Святым Духом. Люди некоторые думают, что если они будут хорошо ходить в церковь, или если они будут, ну не знаю, усердствовать, пытаться, тужиться, ну как-то, тужиться в плане, вы поняли, то через них будет проявляться Бог, будут проявляться духовные дары. Но лучший, самый сильный путь, это через взаимодействие со Святым Духом. Потому что, когда мы соединяемся со Святым Духом, то начинается проявление Его даров. То есть, что такое духовные дары? Это проявление Святого Духа. То есть, это не просто, знаете, Бог приходит, такой, ну, держи тебе подарочек, давай, все, я пошел. То есть, теперь ты можешь делать все, что хочешь, когда захочешь. Если мы говорим о духовных дарах, то это часто проявление Духа Святого в нас. Вот вам один из примеров. Здесь говорится о том, что иному дается вера тем же Духом. Я помню момент, когда мы делали большую евангелизацию, и это было для меня очень волнительно, что там должно было быть много людей, и я вообще не знал, придут люди или нет. И в один момент я помню, что у меня был очень сильный страх, потому что все, афиши расклеены, объявления сделаны, а, знаете, они, понятно, будут люди или нет. То есть, как бы, даже я бы так сказал, все идет к тому, что люди могут не прийти, потому что мы клеили объявления, а утром просыпали, то есть утром клеили, рано-рано утром, по холоду, а потом днем их уже не было, потому что их срывали, представляете? Ай-яй-яй. Но был очень сильный страх, прям пришел в один момент, потому что до концерта, ну, до мероприятия оставалось пару дней, и был такой сильный страх. Я помню, пришел на молитвенное служение, и я стоял, молился, и в один момент я почувствовал, как мое сердце наполняется верой. Вот сверхъестественно, просто это произошло из ниоткуда, из ничего. Вот просто пришла такая сильная уверенность, в том, что все получится. И когда приходит эта вера, то вера производит же действие, то есть оно производит результат. И поэтому, когда наше сердце наполнено верой, то вера производит сверхъестественный результат. Сомнения, мы начинаем колебаться, и что-то происходит, но вот от веры происходит результат. И поэтому в этот момент я почувствовал, что все, я уже победил. И все получилось. Ну, то есть все состоялось, Собрались люди, было много людей, и все прошло хорошо. Но о чем мы говорим? Смотрите, это как действие, то есть проявление Святого Духа. Потому что я в этот момент не молился о вере. Это как проявление. В один момент ты входишь в молитву, и проявление Святого Духа. Вера. И ты уже по-другому смотришь на мир. Ты по-другому смотришь на обстоятельства. Ты по-другому на все смотришь. И так же самое, когда мы молимся за исцеление. Когда мы возлагаем руку на больных людей. То проявление Святого Духа в этот момент происходит. Это его проявление. Итак, духовный дар – это проявление Святого Духа в нас. И если мы хотим видеть движение Божье в нашей жизни, и именно движение духовных даров, то оно происходит только через взаимодействие со Святым Духом. Когда мы... Но что еще очень важно, что Библия говорит о том, что Дух дает проявляться этим дарам на пользу. То есть во благо людям. То есть это нужно для того, чтобы была польза. Я заметил, что люди, которые меркантильно подходят к дарам, ну, знаете, чтобы потом у них висел баннер в интернете, пророк, там, какой-нибудь, не хочу назвать имя, вдруг это вы. Ну, просто какой-нибудь пророк. Там, ладно, не буду, просто много имен. Нафанаил. Есть такое? Ну, короче, суть. И чтобы этот баннер везде крутился, потому что, то есть у тебя есть, ну, дар, ты как бы все. Ты пророческий дар, ты можешь в нем двигаться. Бог это не поощряет, потому что начинается вот это вот предсказание. Потому что когда мы пытаемся пророчествовать или молиться, то нам очень важно понимать, что цель – это не прославить себя, а цель – это принести пользу. И Бог хочет, чтобы была принесена польза, в первую очередь, для церкви, для людей. И если люди подходят меркантильно к тому, чтобы через них проявлялся Святой Дух, если они ищут только своей выгоды, то придет такой момент, что действия закончатся. То есть человек будет пытаться, пытаться, а вообще ничего не будет получаться. Потому что все происходит через взаимодействие. На своем примере я могу вам сказать, что я выходил на улицы, то есть евангелизировать, скажем так, пророчествовать людям на улице. И вот что интересно, я заметил, что как только я выхожу самонадеянно, ну, типа, я же это уже пробовал, и у меня получается, поэтому сто пудов получится я сейчас. И вот как только я выхожу на улицу самонадеянно, я вот иду, смотрю на людей, обычно я стараюсь пророчествовать с открытыми глазами, чтобы это не выглядело странно. Ну, типа, ты подходишь такой, у меня есть... Буквально минутку, можно я вам кое-что скажу? Да, конечно, и ты такой, сейчас, секунду. То есть это очень странно выглядит. Типа, что за человек закрыл глаза. Поэтому я стараюсь пророчествовать с открытыми глазами, чтобы сразу уговорить человеку... Ну вот это очень сложно, когда ты самонадеян. Когда ты такой подходишь к человеку, Вот ты так много раз была, и смотришь, и такой, я чувствую, что у вас в жизни такая-то проблема. А человек говорит, да не. И ты как бы такой, что-то просто не так. И ты такой, точно? Да, точно. Ну, тогда хорошо, ну, знаете, Бог вас любит, и ты выходишь. Вот это очень печально. Ну, то есть, как бы это выглядит, ну, как бы это такое состояние, знаете, просто думаешь, провалиться бы куда-нибудь. Но, когда ты молишься перед этим, когда ты говоришь, Дух Святой используйся, когда ты входишь в это состояние наполненности, то тогда ты выходишь и просто как орешки щелкаешь, вот так, вот просто ты видишь, 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 у тебя просто оно рождается, 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 рождается. Почему? Потому что действие даров происходит только через взаимодействие со Святым Духом. И поэтому, если мы хотим видеть большее количество проявлений даров через нас, то нам нужно, значит, больше взаимодействовать со Святым Духом. То есть не просто надеяться на то, что Он будет через нас проявляться, а наполняться им, и тогда Он будет через нас проявляться. Итак, это говорится о том, что нам важно понимать, что если мы хотим видеть в своей жизни проявление духовных даров, нам очень важно иметь взаимодействие со Святым Духом. Посмотрите на служение апостолов. Везде, где есть апостолы в книге Деяний, везде у них идет такая ремарка. Мы приняли решение и Святой Дух, мы пошли и Святой Дух. То есть они всегда, мы видим четко, что они всегда взаимодействовали со Святым Духом, они всегда зависели от Него, потому что в этом находится успех. То есть в этом находится секрет того, чтобы духовные дары через нас могущественно, сильно, четко, точно проявлялись. Теперь дальше, по поводу активации даров, то есть как активируются духовные дары. Я вам расскажу одну свою историю. Я всегда мечтал пророчествовать, и в первый год я думал, что моего покаяния, в первые полгода, год, я думал, что Бог со мной не разговаривает. Я думал, что я не могу слышать голос Господа. Я всегда удивлялся людям, которые, знаете, могут тебе попророчествовать. Я всегда удивлялся людям, которые могут возложить на тебя руку и сказать тебе что-то такое прям, ну вот, в десятку. Это всегда меня восхищало. Я думал, что это такая вещь, которая недоступна вообще людям. То есть есть определенные люди, которые вот только они, и все. И я думал, что Бог со мной не разговаривает. И поэтому я начал очень сильно делать следующее. Смотрите. Это в той же главе. Ревнуйте о дарах больших. Ревнуйте. Слово ревнуйте обозначает, если посмотреть его перевод в греческом, это слово, оно имеет два значения. То есть вот два я их прочитаю. Это страстно стремиться и ревностно добиваться. Ревностно добиваться. Здесь есть замужние женщины? Можно увидеть вашу руку? Вот вас добивались ваши мужья же, да, наверное? А вот есть, то есть мужчины, значит, есть. Вот. Вот знаете, когда есть девушка и парень, то парень, он ревностно добивается. Девушкам, наверное, это не понять, потому что вряд ли девушка добивается парня, да? Ну, хотя и такое сейчас есть. Я несу тебя на руках, мой милый. Ой, пусть бабла савид. Но вот, ревностно, это когда мы чего-то ревностно добиваемся. То есть мы неотступны, мы имеем в своем сердце желание, и мы стремимся к этому, мы хотим этого. Вот это то, что у меня произошло. Я в один момент очень сильно захотел пророчествовать. Очень сильно. Это было мое вообще очень сильное желание. И я начал ревностно молиться об этом и начал подходить к людям. И вот я подошел к этому человеку и говорю, слушайте, пожалуйста, я вас очень прошу, помолитесь за меня, чтобы я тоже начал слышать голос Господа и начал пророчествовать. И он сказал, мне кажется, на самом деле, что ты слышишь голос Господа. Ну, тебе просто, может быть, кажется, что ты его не слышишь. И тогда он первый раз за меня помолился. И в этот момент я реально начал видеть видения. Ну, это не такие вот видения, как вот я вас вижу или вы меня. А это такое что-то типа, как будто бы тебе снится сон, и ты, я даже не знаю, как это объяснить. Как будто ты, короче, у тебя песок на глазах, и ты через этот песок видишь видения. Вот такое. Они очень такое неточные. Потому что видение – это не все. Потому что важно вот эта вот внутренняя интерпретация, которую ты получаешь во время видения. То, что у тебя рождается в духе. Потому что можно сказать видение и не сказать интерпретацию. Человек такой, вижу утюг, как говорится. Значит, нужно погладить. В общем, суть такая, что я очень ревностно стремился. И в один момент это просто активировалось. И поэтому логика заключается в том, что когда мы стремимся и ревностно этого добиваемся, то есть ищем этого, мы ревнуем о духовных дырах, тогда это начинает проявляться в нас. Что такое ревностно? Это не просто сидя дома на диване, знаете, просто как бы ничего не делая. А ревностно – это значит активно, то есть совершать какие-то действия. Подойти к одному, все же помоли за меня там, искать этого, искать этого. Потому что мы когда переехали в Киев, у нас была группа домашняя с молодежью. И вот там все были подростки, и никто из них в тот момент вообще не пророчествовал. Вообще не пророчествовал. Вот это потому, что там кто-то был новообращенный, кто-то просто был. И никто не пророчествовал. И вот в один момент просто приняли решение, давайте будем пророчествовать. И у нас в каждой домашней группе был стул. На него мы садили человека, и ему пророчествовали. И вот ребятам вначале ничего не происходило. А потом, как погнало, вот просто пооткрывались эти колодцы. И они как начали пророчествовать, как начали пророчествовать, так точно, так в десятку, один, второй, на следующей группе третий, четвертый. И у нас вся группа почти начала пророчествовать. То есть все вот буквально... Никита пришел, он уже атеистом был. И он пришел на группу к нам, атеистом. И мы его посадили на этот стул и начали ему пророчествовать. И вообще он, видите, где я сейчас находится. Итак, ревностность, то есть ревностное отношение к духовным дарам, к тому, чтобы Бог проявлялся, производит результат. Поэтому если вы сейчас хотите, чтобы Бог через вас действовал, начните просто активно этого, об этом ревновать, об этом молиться, создавать возможности, чтобы Бог через вас проявлялся. Когда я начинал пророчествовать, то я подходил ко всем людям в церкви, в своей церкви, я ко всем людям подходил, и я говорил так. Меня просто так научили. Типа ты подходишь и говоришь, извините, я только учусь, я сто процентов не попаду. Ну можно я ему попророчествую? Ну это типа ты себя, знаете, перестраховываешь, и уже не страшно. То есть не попадешь, ну нормально, попадешь, все, тебе звездочка какая-то. Но и вот я так подходил к людям, к одному, ко второму, к третьему, к четвертому, к пятому, и так вот молился, молился, молился. И удивительно, я начал вот прям попадать, 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 а потом это все переросло на неверующих людей, что верующим проще пророчествовать. Ты можешь сказать им, Бог хочет тебя призвать к большему служению. И человек такой, аминь. А неверующему, ты же так не скажешь. Ты такой, Бог хочет призвать тебя в служение. Он такой, что, в армию забираешь, что ли? Что за служение? Ну то есть там уже должны быть детали, более точные. Поэтому им страшнее пророчествовать. Но очень интересно, прям очень. Ну в общем не суть. Суть в отчем. Ревностное желание производит действие. И сегодня мы помолимся. Сейчас мы закончим. Я уже заканчиваю проповедовать. И мы помолимся сейчас за зрителей. Потом мы вас отключим. И будем молиться вот еще за вас, кто здесь находится. Поэтому вывод такой. Духовные дары – это важно. Действие духовных даров происходит через взаимодействие со Святым Духом. Не по-другому. То есть вот хотите видеть действие духовных даров? Развивайте отношения со Святым Духом. Молитесь, чтобы Бог проявлялся через вас. Не будьте самонадеянны. Не думайте, что вот как бы я уже это делал, значит все точно. Вот поверьте, чуть-чуть наполняетесь. Вот буквально там перед служением, перед евангелизацией. Чуть-чуть просто Дух Святой наполнен. И все, ты идешь, и у тебя вот так вот как отлетает. И ревностность. То есть очень важно ревновать, постоянно ревновать о духовных дарах. И последнее. Это то, что забывают некоторые люди. Когда через них начинает проявляться Дух Святой, то кое-что, знаете, происходит. Человек забывает самое важное. О чем писал апостол Павел. Посмотрите, он говорит. Это следующая глава. Если, даже там, знаете, в 12 главе, в конце сказано «Ревнуйте о дарах больших, и я вам покажу путь превосходнейший». То есть лучший. И вот дальше он говорит. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимбал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так, что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто». Представляете? Так вот если... То есть Бог тебя даже не рассматривает. Ну как, не расценивает, что это какое-то достижение. Вот, Боже, я передвинул гору. Молодец. Но ты обидел своего брата тем, что ты гору передвинул. Он не хотел, чтобы ты ее двигал. Боже, пусть это дерево соседское спилится. «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Представляете? То есть даже если ты тело свое отдашь, тебя сожгут, а любви в этот момент не было, то эта жертва такая себе. Ну типа, ну, загорел, молодец. Или молодец. Но суть в чем. То есть мы видим, что Бог рассматривает нас в контексте любви. То есть когда мы движемся в любви, тогда это важнее для Господа, чем когда мы движемся в дарах даже. И вот что происходит с некоторыми людьми. Когда через них начинает проявляться Бог, то они начинают думать, что они особенные. Ну типа вот у них вырастают такие крылья, знаете, они уже превращаются, вот уже, они уже, ну, не ходят. То есть они как бы перемещаются по воздуху. И вот когда они залетают, знаете, в зал, то часто их уже, так не видишь, они уже такие, типа, я, кстати, умею пророчествовать. А в этой церкви мне не дают пророчествовать. Я улетаю. И улетают. Потому что часто люди ищут проявление дара. А нужно искать пользу. Потому что в этом любовь. Не просто выйти, типа, я пророк, если вы не дадите пророчествовать, все, просто это реальная история на самом деле, я не выдумываю. Типа, если вы не дадите мне тут попророчествовать, все, загорит все ваше служение. Я ухожу, дверь пусто, там все, закроется церковь. Просто вы человека Божьего ограничили. Вот где в этом любовь? Вот в этом же нет любви. Ну какая здесь любовь? Вот двигайте горы дальше, как говорится. Любовь важнее. Потому что если мы теряем любовь, действие даров становится бессмысленным. Вот что важно. Хорошо, это все. Храните в своем сердце всегда любовь и смирение. Для меня большой пример. Это два человека, которых я просто наблюдаю. Одного я знаю, типа, как с детства, 16 лет, а другой я знаю, ну как знаю, просто вижу. Это наши пастыра старше, Дмитрия и Ина, что они, пример глубокого смирения. То есть они на самом деле, ну знаете, они очень, как бы, большие люди, но они очень смиренные. Вот типа, от них не заметишь вот это полет. Полет над избушкой Ива. Как там это? Да. А и тебе Джошуа. Для меня тоже большой пример. Именно смирение. Потому что то, как через него проявляется Бог, ну, Боже уже другой, бы начал уже, знаете, уже ходить, ну, как бы, я, все. Он всегда очень смиренный. Это всегда показатель, знаете. Смирение всегда показывает, ну, глубину нашего христианства. То есть не проявление даров показывает глубину и зрелость, а именно смирение, которое стоит за этим. Любовь, которая присутствует в этом. Поэтому наша задача быть смиренными. Хорошо. Отец, спасибо тебе. Мы благодарим тебя за то, что ты не оставил нас в неведении. И спасибо тебе, что ты не оставил церковь просто обычной организацией здесь на земле. Но ты дал нам духовные дары. Ты хочешь проявляться через нас. И поэтому сейчас мы будем возлагать руки на людей и молимся, чтобы через возложение рук активировались духовные дары, активировались проявления твоего духа через нашу жизнь во имя Иисуса. Прямо сейчас молюсь за всех зрителей. И если вы нуждаетесь в такой молитве, если вы хотите, чтобы активировались те или иные дары, то просто возложите на себя руку, и мы сейчас и помолимся. Господь, прямо сейчас пусть активируются духовные дары, пусть начнут активироваться пророческие дары, пусть начнут активироваться дары исцеления, пусть начнут активироваться чудотворные дары во имя Иисуса, дары истолкования иных языков, пусть начнут активироваться духовные дары во имя Иисуса Христа. Мы благословляем вас и благодарим тебя, что ты будешь совершать свое действие. Аминь. И теперь сделайте вот что. Мы помолились, но там, где вы находитесь, в вашем городе или стране, начните практиковать, то есть начните создавать условия для того, чтобы эти дары действовали. Потому что, ну, как Бог может действовать, если мы не даем Ему возможности действовать? Ну, как бы это же и нелогично, потому что дары, это же и есть действие Святого Духа. Поэтому создавайте условия, чтобы дары действовали. То есть там молитесь за больных, находите неверующих, пророчествуйте им, верующим своим братьям, сестрам пророчествуйте, пробуйте истолковывать языки. В этот момент, когда кто-то молится на языках, встаньте и попробуйте послушать, вот что Господь вам скажет. Начните действовать, потому что активация происходит во время действия духовных даров. Мы вас благословляем, спасибо, что вы подключились. Все. Пока-пока. Если вы желаете избавиться от греха Если вы живете в Киеве или пригороде и хотели бы посещать домашнюю группу нашей церкви, свяжитесь с нами, и мы подыщем для вас подходящую группу. Наши контактные данные на экране. А также вы можете поддерживать наше служение финансово или стать нашим партнером. Вместе с вами мы сможем сделать еще больше для Господа и помочь множеству людей. Больше информации о пожертвовании или партнерстве на нашем сайте. Ссылка сейчас на экране. Добро пожаловать в благословение Отца. Это ваш дом и это ваша семья. Субтитры подогнал «Симон»